Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Сегодня мы поговорим про изменения, которые в этом году произошли в воинском учёте. Вы видите наши контактные данные на экране, наша электронная почта, наши телефоны, Телеграм-адреса и, соответственно, адрес сайта. Если вам по какой-то причине удалось досмотреть или время оказалось неудобное, то вы можете немножко попозже вернуться на сайт. Мы выкладываем записи наших вебинаров и, возможно, вас ещё какие-то материалы заинтересуют. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитик 1С Гардашова-Галина. И как будет построен наш сегодняшний сеанс взаимодействия. Мы будем смотреть нормативные материалы на слайдиках и будем переключаться вот таким вот образом на демобазу. И, соответственно, смотреть по демобазе то, о чём поговорили, в общем-то, с вами теоретически. Так, сейчас мы подвинем немножко вот так. Так, значит, вы можете задавать вопросы, которые у вас возникнут, например, либо по ходу нашей встречи, либо касательно каких-то ваших ситуаций. Задавать вы можете вопросы любым удобным для вас способом, то есть и по почте, и в Телеграм-канале. Соответственно, если у нас будут какие-то вопросы возникать в течение вебинара, я постараюсь на них ответить. И если по уже вашим вопросам, которые получены попозже, возникнут необходимости консультации или ещё каких-то действий, то мы, естественно, будем иметь, во-первых, больше простора для творчества, так сказать. То есть мы не будем лимитированы по времени и сможем более предметно ответить на вопросы. Ну и в любом случае будем вам просто благодарны за обратную связь. Так, вот я смотрю, у нас тут уже вопросы какие-то появились. А, это пока у нас модератор такие вопросы решает. Так, и сейчас мы с вами посмотрим программу, что сегодня мы будем рассматривать. То есть сегодня у нас будет, ну, во-первых, изменения в законодательных актах, во-вторых, какие изменения надо будет внести для приведения в соответствие и локальных, и законодательных актов, настроек. То есть какие отчёты мы должны будем подавать, как подавать, посмотрим эти отчёты. Ну, в общем, короче, всё, что касается влашевского учёта. И, естественно, посмотрим дополнительные отчёты, которые позволяет программа формировать сервисы. Итак, начинаем. Собственно говоря, начинаем мы с законодательных изменений, потому что 1 ноября в России заработали, заработают, вернее, извините, ещё не начали работать, реестры воинского учёта и реестр повесток. То есть это, на самом деле, было давно ожидаемое мероприятие, поскольку с начала этого года ещё, ну, как бы, не напрямую, но анонсировалось такое направление по воинским отчётам, по воинским документам и так далее. То есть была заявлена цифровизация воинского учёта. Значит, в рамках уже принятых документах с 1 ноября повестки воинского учёта и реестр повесток, что это будет такое. То есть с помощью реестров военкоматы станут ставить и снимать граждан с воинского учёта, а также направлять повестки работодателям. То есть направлять повестки и гражданам, и призывникам, и, соответственно, их работодателям всеми доступными способами. То есть и через госуслуги, и через личные кабинеты, и путём направления бумажных повесток для сотрудника. Не обязательно для сотрудника, а для физического лица. То есть законодательно база приведена в порядок в соответствии с этими требованиями. Приняты, в общем-то, постановления правительства, приняты ФССР. Декларируется, что доступ к сведениям, которые будут размещаться на данных ресурсах, будет носить закрытый характер. Но ими сможет оперировать Минобороны, ФСБ, ФСО и служба внешней разведки. То есть это положение пункта 6, положение утверждённого постановлением правительства. Собственно говоря, здесь новшество состоит в том, что это теперь будет электронный документооборот. То есть формироваться те же повестки и отчёты, которые необходимо будет отправлять, в этом случае будут автоматически. И, соответственно, повестки для вызова в военкомат и порядок их направления сейчас уже чётко регламентирован. И чётко регламентировано, в каких случаях повестка будет считаться вручённой. То есть если раньше у нас сотрудники военкоматов ходили по квартирам, пытались несознательных граждан пристыдить и уговорить явиться в военкомат, то теперь этого делать никто не будет, теперь это происходит в электронном порядке. Что будет содержаться в этих реестрах? То есть у нас два реестра заработало, реестр воинского учёта и реестр повесток. То есть в реестре будут храниться данные о физических лицах, которые уже состоят на воинском учёте, данные об ограничениях, которые будут наложены на уклонистов, так сказать, и соответственно административный кодекс и уголовный кодекс добавлены статьями, которые содержат административные и не только меры по отношению к тем, кто не выполняет требования данных правительственных постановлений. Собственно говоря, у нас с вами в этом году уже действовало такое мероприятие, кроме одной тонкости. То есть у нас отчёты в военкомат подавались на бумажных носителях, а теперь они будут формироваться в электронном формате. При помощи реестра, как я уже сказала, автоматически у нас будет одна база для воинского учёта, другая база — реестр повесток. И в данном реестре будет располагаться информация. Это я говорю про реестр повесток. Ну, соответственно, информация о том, какому физическому лицу будет направлена повестка, о военкомате, который эту повестку направил, соответственно, дата и дата, к которой гражданин должен явиться в комиссариат. То есть дата эта указывается в военной повестке. Во-первых, требования к вручению или не вручению у нас уже были достаточно подробно описаны. То есть если повестку гражданину не удалось вручить, то есть работодатель не смог его найти, например, он прогуливал работу или ещё какие-то были мероприятия, почему он не мог получить повестку, то теперь недостаточно просто сделать отписку, что повестка не была вручена, а необходимо оформить документ, который подтвердает то, что в присутствии свидетелей с указанием их фамилии, имя, отчество, должности, соответственно, это касается тех сотрудников, которые были свидетелями по факту вручения повестки или не вручения повестки, и их пояснение, что почему произошла ситуация, когда повестка не была вручена. И, как вы видите, здесь тоже мы пишем, что, во-первых, по месту жительства ещё будет сообщаться, то есть, соответственно, это паспортные столы, столы управляющей компании через образовательные организации, то есть если человек где-то учится, то есть учебное заведение, и, соответственно, работодатели. И точно так же будет направляться в электронном виде в личные кабинеты на портале госуслуг. То есть всеми доступными способами будут отправлены повестки и предусмотрено автоматическое принятие этой повестки. То есть повестки будут считаться врученными, если у нас произошли вот такие события. То есть, если это было заказное письмо, то день доставки заказного письма почтой или другой организации связи будет считаться датой вручения, если гражданин расписался в уведомлении о вручении. Если в день вручения повестки под подпись образовательной организации или работодателю, то есть и в образовательную организацию, то есть, например, в среднее учебное заведение, в высшее учебное заведение будут также направляться повестки, и они будут также обязаны, как и работодатели, эти повестки вручить гражданам, к которым они адресованы. Если повестка будет размещена в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг, то она будет считаться врученными, обратите внимание, в день размещения электронной повестки. То есть, здесь даже нет вариантов, что, например, через два дня, через три дня, то есть в день размещения электронной повестки. Если вы заходите на госуслуги раз в квартал, то это вас не спасет от ответственности. То есть, если вы раз в квартал открываете почту и видите, что там есть электронная повестка, значит, она уже в день размещения считалась вам врученными. Либо по истечении семи дней даты размещения повестки в реестре. То есть, независимо от того, каким способом вам доставят эту повестку, соответственно, она будет считаться врученной через семь дней после того, как ее поместили в реестр. Для того, чтобы нам настроить в программе в 1С работу с воинским учетом, нам нужно сперва активизировать эти функции. То есть, это касается конфигурации зарплата и кадры, ERP, управления холдингом и так далее. Сейчас мы с вами посмотрим, как нам надо активизировать возможность работать с воинским учетом. И пойдем немножко дальше. Следующие рассматривают нововведения. И не только нововведения. Значит, если мы с вами говорим о конфигурации 1С ERP, то в этом случае... Так, сейчас мы здесь лишнее закроем, чтобы нас не путало. То есть, у нас в ERP все функциональные опции активируются через раздел НСИ и администрирование. То есть, нормативно-справочная информация и администрирование. Когда мы заходим в этот раздел, у нас с вами есть целый блок настройка НСИ и разделов. То есть, это, так сказать, грубая настройка. Мы активируем функциональные опции, которые будем использовать. В этом случае у нас с вами в меню кадры, мы заходим вот сюда с вами, есть настройки, которые мы отмечаем чекбоксами. При этом основная задача этих настроек – внимательно читать подсказки, которые у нас размещены под полем, которые мы отмечаем. Ну и, соответственно, выбирать то, что касается ваших бизнес-процессов, то есть, ваших бизнес-особенностей. Здесь у нас немножко ниже спускаемся. После штатного расписания есть блок воинского учета. По умолчанию здесь не стоят чекбоксы. То есть, нам нужно самостоятельно проставить вот эти отметочки. Ну, во-первых, мы обязательно ставим, что ведется воинский учет. А во-вторых, мы проставляем второй флажок вот этот вот в том случае, если мы ведем бронирование граждан, если мы имеем право на ведение такого учета, то есть бронирование граждан на период мобилизации и на военное время. Первый флажок, первая отметочка нам добавляет одну форму отчетности. А вот этот флажок нам добавляет еще две формы отчетности. То есть, у нас отчет номер... Не отчет номер, а бланк отчета номер 6, и здесь 18 и 19. То есть, мы должны будем сдавать эти отчеты. Но, правда, сейчас пока они должны будут сдаваться один раз в год. И, соответственно, если у нас требуется, то есть ввести учет специальности, например, летчиков, подводников и так далее. Ну, и, естественно, мы просматриваем остальные чекбоксы и ставим необходимые отметочки. Это мы активировали возможность работать с воинским учетом. А теперь поговорим, кого он коснется. Точнее, уже коснулся. Потому что достаточно часто приходится слышать такие возражения. У нас, типа, в коллективе только девочки работают. Зачем нам воинский учет? На самом деле, даже если только девочки работают, то есть специальности, которые подлежат воинскому учету. Например, медики, связисты. То есть лучше включить заранее возможность введения учета. И в случае необходимости вы будете готовы к тому, что у вас сведения, которые попадают в карточку сотрудников, будут отражаться в воинском учете. И у вас не будет, скажем так, пожара, когда требуется за один день восстановить работу предыдущих нескольких лет. Снова сейчас мы вернемся к нашим слайдам. И вот о чем поговорим. То есть рекомендации работодателям, как должен быть организован воинский учет. Обратите внимание, с 1 ноября этого года. Во-первых, естественно, нужно заранее изучить документы, которые это регулируют. И вторым шагом мы должны проверить, проанализировать, то есть что у нас сейчас есть. Если у нас есть воинский учет, то хорошо. Если он немножко устарел, то есть некоторые локальные нормативные акты, может быть, надо обновить, тогда, естественно, это надо сделать. Второе, чтобы обезопасить и себя, и руководителей вашей компании, обязательно нужно, во-первых, проинформировать людей о том, что теперь запускаются цифровые реестры, и проинструктировать людей, каким образом будут вестись работы с этими реестрами, и с новой платформой. То есть, естественно, как будут происходить обмены, и выдать памятку, какие сроки необходимо сдавать отчет. Ну, вот это, естественно, необходимо вручить только тем лицам, которые будут заниматься учетом, то есть, например, бухгалтерам или кадровым работникам, потому что часто в практике совмещают обязанности бухгалтеров и кадровиков. Поскольку мы обязаны сообщать военкомату об изменениях, которые происходят, например, в документах сотрудников, то есть, в персональных данных, например, вышел замуж, изменил фамилию, еще какие-то кадровые мероприятия произошли, то есть, перевели в другое подразделение или в другой отдел. И если у человека, у сотрудника нет личного кабинета на госуслугах, то вам необходимо быстренько исправиться и создать личный кабинет на госуслугах. Обратите внимание, если, конечно, у вас большая численность работников, то это может быть проблематично. Если нет, то в приказном порядке обязать сотрудника самому зарегистрировать на госуслугах личный кабинет и проверить его наличие. И, собственно, для того, чтобы эту отчетность сотрудники могли сдавать, необходимо проверить наличие у них электронных подписей. Как вы знаете, у нас сейчас действуют машиночитаемые доверенности и, соответственно, усиленные квалифицированные подписи для работы с налоговыми органами. И если нет у нас, например, электронной подписи у ответственного сотрудника, то нам надо ее, естественно, очень быстро в пожарном порядке оформить. Кто попадает под действия воинского учета? На самом деле, под действия воинского учета у нас попадают призывники, то есть, соответственно, мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Этот возраст у нас увеличен. До этого года у нас было до 27 лет, а теперь до 30 лет. Военно обязаны. Вот здесь вот список достаточно большой, то есть мужчины, пребывающие в запасе, то есть те, которые уже служили граждане, которые не проходили военную службу, поскольку были по каким-то причинам освобождены от призыва. Соответственно, те, кто учился и получил, например, отсрочку, женщины, которые имеют военно-учетные специальности, то есть аббревиатура ВУЗ, соответственно, есть приложение номер один к положению о воинском учете, где перечислены специальности, которые попадают под воинский учет. Так что даже если у вас одни девочки, расслабляться нельзя. Ну, естественно, это граждане, которые окончили военные кафедры в высшем, например, учебном заведении, граждане, которые прошли альтернативную гражданскую службу, те, кто получил образование воинское, то есть получившие образование по программам подготовки офицеров, те, кто уволен в запас и уволен с военной службы без постановки в воинский учет. Ну, то есть вы видите список, который действует для того, чтобы мы не попали, скажем так, под штрафные санкции, его надо очень хорошо изучить. И воинский учет, как мы уже говорили, по всем трудоустроенным призывникам и военно обязанным. Вот здесь, обратите внимание, сюда входят и удаленные, то есть дистанционные работники, и совместители, сезонные сотрудники и те, кто устроен на неполную рабочую ставку. То есть, соответственно, в этом случае у нас попадают и сотрудники, которые, допустим, по КПХ работают. Ну, то есть практически все. И вы видите список, то есть, естественно, под это подведена нормативная база, и вы видите список нормативных документов, которые регулируют у нас именно применение воинского учета на предприятии. про то, что повышен призывной возраст, я уже сказала, и вы видите на экране сейчас то есть особенности, которые у нас имеются на сегодняшний день, кроме того, что повышен призывной возраст, у нас могут отсрочку получать IT-специалисты, и, соответственно, повышен предельный возраст не только призывников, но и, как вы видите, пребывающих в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичменов, и предельный возраст повышен для первого разряда с 35 до 40 лет, для второго разряда с 45 до 50 лет, и третьего разряда с 50 до 55 лет. То есть разряды, можно посмотреть в воинском билете, там указаны, какие разряды присвоены для сотрудника. Мы снова сейчас вернемся в нашу базу, и теперь посмотрим вот что. То есть на самом деле, вот мы с вами включили воинский учет, возможность активировали функциональную опцию, и что мы должны с ней делать дальше. В этом случае в разделе «Кадры» у нас появляется блок «Воинский учет», как вы видите. То есть этот блок позволяет нам формировать документы именно для военкоматов. Но везде пишут, что мы должны, кроме этого, еще какие-то действия предпринять. Значит, это у нас настройки, которые отражаются в учетной политике. Значит, учетную политику мы с вами можем посмотреть, опять же, через раздел «Инсы» и «Администрирование». И здесь у нас с вами есть пункт «Организация», где перечислены все наши юридические лица. Ну, мы возьмем вот первое попавшееся. То есть это у нас карточка юридического лица, то есть нашей компании, которую мы ведем в этой базе. И есть закладочка «Зарплата» и «Кадры». И вот здесь, после того, как мы сделали отметку, активировали опции воинского учета через «Инсы» и «Администрирование» раздел «Кадры», у нас появился вот такой блок воинского учета. Значит, если я перехожу по ссылке «Изменить», то здесь у нас есть два документа, которые у вас в обязательном порядке должны быть. Ну, во-первых, это план работы по осуществлению воинского учета. Во-вторых, год, с которого воинский учет вы применяете, так сказать, полный рост. Ну, мы ставим, что 24-й, что для нас только с этого года начинается. И на самом деле, что именно с этого года у нас будут действовать эти документы. То есть сначала, естественно, план работы по осуществлению мероприятий по воинскому учету. Ну, вот, как вы видите, здесь уже сразу в глаза бросается, что я была очень небрежна при первоначальном заполнении конфигурации. То есть я не ввела сведения про ответственных лиц. То есть руководитель организации, соответственно, фамилия, название, должность у меня должны подтянуться при правильном заполнении справочника. Ну, военный комиссар, соответственно, до ноября месяца вносились эти сведения руками. То есть наименование военкомата, военское звание, фамилия, имя, отчество и подпись. К моменту введения электронного документа оборота это уже должно быть заполнено и должно быть подтягиваться сюда эти значения. Дальше у нас разработан уже конкретный документ, который содержит уже те отметки, что вы задали в настройках НСИ. То есть это требование, что вы должны делать по поводу воинского учета. Это то, что вы должны делать по поводу бронирования, какая отчетность создается и какие мероприятия должны проводиться либо кадровыми сотрудниками, либо должен быть закреплен отдельный человек, который отвечает за воинский учет. Ну, то есть какие мероприятия должны проводиться. И, соответственно, здесь у нас с вами начальник отдела кадров, тоже указание должности, как называется должность, у нас начальник отдела кадров будет. И, соответственно, здесь должна быть фамилия, имя, отчество и документ должен быть заверен его подписью. Или у нас, если крупное предприятие, то, соответственно, должен быть выделенный работник, который отвечает за воинский учет. Вот у меня здесь показан пример. И, например, Иванов Иван Иванович и его автограф. Значит, после того, как мы заполнили такой план, значит, он так же, как и учетная политика, вводится в действие приказом. И этот приказ у нас с вами тоже здесь есть. То есть вот он. И, соответственно, заполняется, что я поленилась запомнить при первоначальном заполнении программы. Я теперь уже вынуждена буду ручками вписывать сюда уже, пожинать плоды своего поленилась. Ну и, соответственно, смысл, что приказ вводит в действие политику, так сказать, воинского учета. И в этом случае мы распечатываем эти документы, заверяем печатью и подписью должностных лиц и поселяем в отдельную папочку. То есть мы должны, несмотря на то, что будет электронный документ оборот, нормативные акты, так же, как и учетную политику, например, распечатать, заверить печатью и подписью и поселить в отдельную папочку. Отдельно папочки завести, которые должны соответствовать нашим работам, которые перечислены в плане. Значит, здесь я хочу отметить, то есть вот мы все это запомнили, распечатали, все хорошо, у нас теперь есть воинский учет. То есть нормативные локальные акты у нас с вами готовы. Теперь мы можем переходить уже непосредственно в раздел кадры и здесь работать с воинским учетом. Вот это наш подраздел. Значит, что у нас с вами есть и какие сроки. То есть в этом году у нас с вами ЕФС-1 отчет мы сдаем по кадровым мероприятиям, то есть прием на работу, увольнение с работы, кадровые перемещения. То есть эти сведения мы подаем в отчете ЕФС-1 и сроки очень сжатые. То есть мы должны подать их не позднее следующего рабочего дня. А что у нас касается сроков воинского учета. То есть в этом случае мы с вами должны подать сведения такие же, то есть как и в ЕФС-1, мы указываем сведения о приеме на работу, об увольнении с работы, о кадровом перемещении, но уже в течение пяти дней. Раньше сроки были больше, то есть раньше мы должны были подать сведения не позднее двух недель, а с этого года сроки сократили, и теперь у нас есть только пять дней. Обратите внимание, то есть вот если мы заходим по ссылке, то все документы, которые у нас здесь имеются, должны быть согласованы. Например, вот. Допустим, вот так вот мы сделаем. Значит, листок сообщения об каких-то кадровых мероприятиях, то бишь об изменениях. Ну, соответственно, какая организация, какой сотрудник, какое подразделение. Мы выдаем, или не выдаем ему на руки, листок оповещения. Например, листок выдан. Сейчас мы выберем какую-нибудь жертву. Например, а у меня здесь и нету жертв. А, мы сейчас тогда сделаем, возьмем другое юрлицо. И в этом случае вот у меня там и есть сотрудники. И я выберу сотрудника. Например, вот у меня пусть будет Олег Владимирович. поскольку Олег Владимирович у меня оформлен как штатный сотрудник. Здесь сразу запомнились сведения из его карточки, карточки сотрудника. И я ставлю, что листок выдан. Что он выдан, ну, например, пусть будет вот так вот. То есть в начале месяца. И отметочку ставлю, что корешок листка, листка об изменениях получен. Значит, в этом случае я либо, если это не я, то есть, если это я ответственная за воинский учет, то сюда подставляются автоматические сведения о пользователе. Если мне надо внести какое-то другое, какого-то другого сотрудника, то, соответственно, я здесь выбираю из списка сотрудников, которые у меня есть в организации, я выбираю того, которые ответственны именно за воинский учет. И, собственно говоря, здесь уже пишу, что происходило. То есть сам листок сообщения выглядит вот таким вот образом. то есть здесь информационная часть, то есть кто, год рождения, место работы, и здесь у нас отметка военного комиссариата в обязательном порядке ставится, то есть просто так написать себе бумажку я не могу, она должна быть заверена военкоматом. и таким образом мы все сведения, естественно, у меня сохраняются эти записи, то есть реестр документов, общий реестр документов у нас здесь есть. Так, сейчас мы лишнее закроем. Ну, вот, например, торговый дом комплексный мы с вами рассматривали. раздел кадры и, соответственно, если бронирование, то мы подаем списки сотрудников, которые имеют право на бронирование и согласовываем эти списки с военкоматом. Сведения о приеме, переводе и увольнении, то есть это информация, которая отражается в ЕФС, в отчете ЕФС-1 и предоставляется одновременно в военкомат. Значит, в этом случае так, у нас вот этот был, я составляю текущим периодом, поскольку у меня есть только 5 рабочих дней, чтобы составить такой документ и путем подбора, например, вот он у меня сотрудник, который тюжерное жертво, я его вношу сюда, заполняю номер приказа, то есть, например, он у меня переведен на другую должность. Значит, я заполняю каким документом, то есть приказом, если у нас какие-то там были другие события, увольнения, прием на работу, то, соответственно, заполняю эти сведения и дата, исходящие номера сведений, то есть именно которые я подаю в инкомат, то есть обратите внимание, исходящий номер, то есть это регистрация входящей, исходящей корреспонденции обязательно должна быть, то есть у вас в документообороте должны присутствовать папочки с нормативными документами, то есть о политике, о приказе введения плана мероприятий и соответственно входящей и исходящей корреспонденции. Ну да, мы сейчас сохраним, пусть у нас останутся следы нашей бурной деятельности. И, значит, отдел сверка карточек воинского учета, то есть кроме того, что вы должны ввести картотеку сотрудников, подлежащих воинскому учету, вы должны с определенной частотой сверять с военкоматом собственно говоря сведения, которые содержатся в карточках. Если до этого момента это происходило вручную, то теперь, конечно, в общем-то задача упроститься, потому что эта информация будет в электронном формате. Сейчас так закроем и снова вернемся к нашим карточкам, к нашим слайдам, прошу прощения. И теперь посмотрим, значит, мы посмотрели документы, которые мы должны сформировать, и теперь самый интересный момент, то есть это штрафные санкции, которые предусмотрены за нарушение требований воинского учета. Значит, здесь у нас штрафы очень большие, то есть они увеличивались даже не в 10 и не в 100 раз, обратите внимание, то есть до 2023 года у нас действовали штрафные санкции такие, скажем, умеренные, а с 1 октября 2023 года то есть у нас действуют уже очень существенные штрафы. Как я уже говорила, у нас в КОАПе, то есть Кодекс административных правонарушений введена отдельно статья 21, которая содержит штрафные санкции именно за воинский учет. То есть не предоставили списки сотрудников, которые подлежат постановке на воинский учет. Значит, обратите внимание, штраф применяется и на должностное лицо, и на компанию. То есть на должностное лицо это 40-50 тысяч, а вот на компанию это уже 175-200 тысяч. Если компания средняя или крупная, то есть это определяется по количеству человек в компании, то штрафные санкции составят 350-400 тысяч рублей. Если мы предоставили сведения, например, с опозданием, не уложились пятидневные сроки, об уволенных или о принятых отчитались позже, то в этом случае, опять же, на должностное лицо у нас предусмотрено 40-50 тысяч, но на компанию, то есть на юрлицу у нас в этом случае ответственности нету. То есть немного легче, но ненадолго. Значит, не подали в военкомат сведения или информацию, которую военкомат запросил. В этом случае у нас такие же штрафные санкции, как в вышеперечисленном пункте. И вот на самом деле начинается самый интересный момент, это если мы не оповестили сотрудника о повестке из военкомата, в том числе, допустим, и об электронной, несмотря на то, что электронные повестки содержатся во всех доступных средствах оповещения, если можно так сказать, то есть и в личном кабинете, на госуслугах, и обязаны точно так же, как работодатели учебные заведения передать повестку в их случае учащемуся. если вдруг произошло не оповещение сотрудника о повестке, то на должностные лица 40-50 тысяч на компанию малого и среднего бизнеса, то есть которые входят в режим МСП 175-200 тысяч, если вы по численности уже не МСП, а средняя или крупная компания, то в этом случае опять же 350-400 тысяч. А вот если вы не оповестили не просто о какой-то информации из военкомата или о повестке, то есть если идет мобилизация, то пришла повестка в период мобилизации. Если вы как работодатель не предоставили сотруднику возможность посетить военкомат, то есть не предоставили ему либо отгул, либо не отпустили его на сборный пункт, на воинскую часть, например, если на переподготовку, то в этом случае штрафы увеличиваются и уже штрафы на должностное лицо составляют 60-80 тысяч против 40-50 тысяч. На компании малого предпринимательства МСПшные 200-250 тысяч, на все остальные компании, то есть средние крупные 400-500 тысяч рублей. То есть как видите достаточно скажем так фантастические штрафы. И теперь еще пару раз напомнить про эти штрафные санкции. Я хочу вот такими выдержками. То есть в случае не вручения повестки, повестка будет все равно считаться врученой, это мы уже проговорили. Если не вручена никаким другим способом, то она будет считаться врученной по истечении семи дней с момента ее размещения в реестре повесток. При этом работодатели оштрафуют за невручение повестки. Опять же я уже говорила, что это невручение должно быть зафиксировано с помощью свидетелей и с обязательным указанием должности свидетеля, фамилия, имя, отчество свидетеля, то есть этот сотрудник должен подтвердить, что вы пытались вручить повестку работнику, но не смогли по какой конкретной причине. То есть к ответственности привлекается солидарно не только руководитель, но и сотрудники компаний которых он пытался вручить повестку. А вот если повестку вручили сотруднику, а он взял и не явился в военкомат, то в этом случае по истечении 20 календарных дней со дня, который указан повестки, то есть например в повестке было указано, что явиться к 1 марта, если он в течение 20 дней, то есть до 20 марта не явился военкомат, здесь считаются календарные дни, не рабочие, обратите внимание, то в этом случае к нему будут применяться ограничительные меры. Ну, во-первых, запрет на госрегистрацию, то есть он не сможет зарегистрироваться ни как индивидуальный предприниматель, не встать на учет как самозанятость, значит будет приостановка государственной регистрации на недвижимое имущество, то есть квартиры, дачи, участки, будет запрет на государственную регистрацию транспортных средств, то есть он не сможет зарегистрировать в ГАИ, например, или продать, то есть пройти перерегистрацию автомобиля, не сможет получить кредит, кредиты, то есть все банки обязаны будут отказать, то есть отказать заключение кредитных договоров и договоров займа, и самое важное, что вступает в силу ограничения на пользование гражданином право на управление транспортными средствами, одно дело, когда разговор идет, например, о собственном автомобиле, то есть личный автомобиль, хочу, вожу, хочу, там в двое пусть стоит, и совсем другая ситуация, если это профессиональный водитель, и в этом случае у него тоже включается это ограничение, и он уже не может выполнять работу связанную с управлением транспортными средствами, и при этом работодатель обязан, обратите внимание, не может или хочет, а обязан отстранить его от управления транспортными средствами, то есть, например, водитель автобуса, водитель самосвала должен быть отстранен и, собственно, до тех пор, пока он не явится на военкомат, не явится на рандову к военкому. В этом случае такие действия формируются автоматически, то есть, это так же, как штраф, например, налоговых органов, так же, как блокировка счета при случае несвоевременной сдачи отчетности, точно так же и здесь. Неявка в военкомат вызывает вот такие вот последствия. И еще, ну вот, как вы видите, если работодатель не отстранит работника, которому было запрещено управлять транспортными средствами именно по причине неявки в военкомат, то, кроме того, что работодатель тоже попадает под штрафные санкции и, соответственно, для должностных лиц от 2 до 5 тысяч вроде бы в принципе не слишком много, но к этому прибавляется от 50 до 80 тысяч еще на организацию, то есть директор или ваш непосредственный руководитель, который не отстранил работника от работы, получит от 2 до 5 тысяч рублей и плюс к этому именно организация еще получит от 50 до 80 тысяч рублей штрафа. кто имеет право проверять введение воинского учета. Это тоже достаточно сильно изменено, то есть это есть нормативные документы, которые регулируют проверки, и если у вас численность до 500 человек, то у вас могут проверять воинский учет один раз в три года, то есть в общем-то не сильно докучают своими проверками. Если у вас численность работников более 500 человек, то в этом случае вас имеют право проверять ежегодно. Ну естественно могут быть плановые проверки, которые согласны графику, либо внеплановые, которые связаны например с какими-то проступками, то есть с какими-то санкциями, которые к вам применены. И еще именно поскольку у нас вводится цифровой формат воинского учета, то есть цифровизация уже анонсирована достаточно широко во многих информационных системах, то здесь нам нужно определенный алгоритм соблюдать, то есть как мы уже говорили провести инструктаж по новым требованиям, которые теперь предъявляются к воинскому учету. То есть основная задача напугать ответственных работников теми штрафами, которыми они могут поплатиться за свою недобросовестность. если необходимо составить новые планы, как мы уже посмотрели, то есть новые документы, так, неудачно у нас окошечко поместилось, то есть создать новые документы, которые касаются воинского учета, то есть вот у нас здесь, пойти сюда, обновить вот эти документы и торжественно их распечатать, что это 24-й год, а значит это как бы тоже отдельный алгоритм. Вот так сделаем. Полноту, внутреннюю проверку полноты ведения воинского учета. Но здесь, к сожалению, в настоящий момент полноту достаточно проблемно организовывать, потому что воинский учет либо есть, и, соответственно, все кадровые специалисты подают необходимые отчеты, либо он отсутствует. Но, как вы видите, это у нас тоже законодательно регулируется, но регулируется документом приказ Минобороны. А вот этот документ уже не всегда обязательный, то есть для финансовых работников, например, для работников бухгалтерского учета методика Минобороны не всегда может являться руководящими, так сказать, нормативными актами. Ну, то есть основная задача ознакомить работников с нормативными документами, проинформировать их, чем грозит несоблюдение требований и назначить дежурного, который отвечает за воинский учет и будет информировать их о каких-то новшествах, которые выявились в связи с этим. Ну и, соответственно, проверить все ли у нас настроено документы обороты, что у нас есть нужные папочки, журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции, ну, то есть оформить это документально. Здесь мы с вами видим как раз такие отметочки, которые мы проставляли через раздел нормативно-справочная информация, то есть мы проставляли ведение воинского учета и ведение бронирования. Еще раз напомню, где они располагаются, то есть это раздел НСИ и административный учет. Это и в ЗУПе, и в ЕРПе примерно одинаковые. Соответственно, когда мы заполняем справочники ответственные лица, то мы заполняем в обязательном порядке и заполняем сведения о руководителях, о главном бухгалтере, ответственный за воинский учет, тогда у нас будет во всех документах проставляться соответствующий ответственный, то есть либо руководитель, либо наша дежурная жертва, в данном случае Громова Надежда Петровна. Так, и значит вот еще раз мы с вами перешли сюда и соответственно напомню еще раз где это у нас было, то есть раздел МЦИ администрирования и раздел подраздел кадры и справочник справочник физического лица или справочник сотрудников у нас выглядит вот таким образом, то есть вот в этой в этом перечне гиперссылок у нас с вами появляется ссылка на воинский учет и соответственно в этом случае у нас здесь вся информация которая требуется для передачи военкомата теперь мы с вами поговорили о том что у нас один флажок который мы проставляем в разделе МЦИ и администрирования добавляет нам то есть вот сейчас вернемся то есть вот этот флажок добавляет нам одну форму отчетности которую мы сдаем а вот этот флажок добавляет нам две формы отчетности которые мы должны сдавать значит теперь мы посмотрим что же это за форма то есть первая это форма номер шесть это отчет от численности работающих и забронированных граждан вот такой вид отчета это у нас унифицированная форма на данный момент этот отчет имеет вот такую форму но по форме обязательно надо проконсультироваться в военкомате потому что некоторые муниципальные образования могли утверждать свои формы отчетности именно военкомата и может быть в вашей территории в вашей местности принята другая форма то есть смысл информация которая здесь содержится такая же форма может немножко отличаться поэтому обязательно надо согласовать форма это у нас форма номер 6 следующая то есть это требование форма номер 6 мы должны заполнять то есть ну все в общем-то и мы сдаем форму номер 6 и форму номер 18 не позднее 31 декабря каждого отчетного года то есть на самом деле конкретная дата не зафиксирована мы можем сдать и 1 декабря и 10 ноября и 25 ноября главное чтобы не позднее 31 декабря каждого года то есть форму номер 6 мы посмотрели уже а форма номер 18 вот так она у нас выглядит то есть никаких сложностей в заполнении как вы видите здесь у нас нету и эта форма автоматически создается распечатывается только главное чтобы были заполнены все сведения про предприятия и про сотрудника и последняя форма это форма номер 19 которая сдается выглядит вот таким образом это отчет об обеспеченности трудовыми ресурсами из числа граждан пребывающих в запасе на период когда происходит мобилизация или в военное время то есть в этом случае заполняются здесь сведения об сотрудниках которые имеют право на бронирование то есть либо в силу своей специальности либо в силу льгот которые имеют предприятия ну то есть чаще всего например если работники оборонных предприятий подлежат бронированию ну то есть список специальностей которые имеют право на резервирование значит вот таким образом у нас с вами сейчас будет построен воинский учет то есть напомню вести воинский учет обязаны все организации здесь нет исключения на малые средние и так далее то есть вести должны все отчетность представлять в том случае если она если у вас есть такие сотрудники но лучше чтобы у вас отчетность все-таки была и в случае каких-то претензий или форс-мажорных обстоятельств вы всегда могли вытащить заветную папочку и гордо ее предъявить к сожалению наше время уже закончилось так я вижу тут какие-то вопросы у нас возникли на ГПХ не нужно ввести учет только тем кто заключил трудовой договор ну согласно ГПХшники не входят добрый день сами регистры повесток будут на какой платформе просто в интернете или все будет на госуслугах это в обязательном порядке будет на госуслугах потому что не просто на госуслугах мы с вами говорили что еще нужно проверить регистрацию личных кабинетов на госуслугах и вот здесь вот еще одно дополнение то есть ГПХ не нужно только тем кто трудовой договор да форма отчетности 6 и 19 отменены в связи с новой формой отчетности с 25 года у нас вообще будут новые формы очень по многим отчетам изменится форма и плюс обратите внимание что у нас поскольку вот эти 6 и 18 и 19 форм практически содержат отчеты о численности о трудовых ресурсах то не забудьте про статистику потому что у нас есть в ERP блок статистики сейчас мы сюда еще раз быстренько сбегаем это блок регламентированный учет блок 1С отчетность и как вы видите здесь у нас есть личные кабинеты и личные кабинеты у нас касаются статистики портала статистики так мы пока не будем смотреть на 1С отчетность именно на сервис мы его закроем так вот так а значит и вот он у нас портал статистики почему я говорю обратить на него внимание потому что так же как и отчетность военкомата статистика очень много в этом году только разместила отчетов которые необходимо сдавать по предприятиям которые попали в выборку и здесь очень много отчетов касающихся численности фонда заработной платы ну то есть того что касается кадровых мероприятий и соответственно проверить чтобы вы не попали под выборку вам не надо было сдавать какую-то дополнительную отчетность нужно зайдя вот по этой ссылке на портал статистики по ИНН проверить под какие выборки попало ваше предприятие и что вы должны сдавать потому что статистика тоже стала применять штрафные санкции практически уже два года она реально применяет штрафные санкции и в случае нарушения сроков отчетности или не сдачи отчетности на первый раз штрафы составляют до 70 тысяч а при повторном правонарушении штрафы возрастают до 150 тысяч то есть так же как завоинский учет штрафы достаточно серьезные так же и статистика теперь если вы что-то нарушили по срокам или не сдали то реально применяют санкции и соответственно лучше заранее потратить 5 минут на то чтобы проверить под какую выборку вы попали и какой отчет вы должны сдавать в 1С достаточно большое количество вот идем регламентированный учет идем например общий журнал документов и смотрим все 350 вот смотрим 358 форм и статистика у нас вот смотрим какие формы то есть у нас видите очень много форм которые статистика теперь хочет видеть от предприятий вот уже прямо устал палец листать мышкой по формам то есть подстрахуйте себя самостоятельно то есть проверьте не попадаете ли вы под какие-то штрафы к сожалению на этом наше время закончилось я хочу вернуться к нашему первому слайдику то есть еще раз показать вам наши контактные данные то есть наша электронная почта телефоны телеграм контакты и адрес нашего сайта и пригласить вас к взаимовыгодному сотрудничеству мы будем рады оказаться вам полезными опыт у нас очень большой и скажем так экзотически мы делали очень сложные внедрения доработки настройки так что милости просим будем рады оказаться полезными на этом разрешите закончить нашу нашу встречу все вам доброго хорошего дня до сих пор